Всем привет! Автор всемирно известного Ведьмака, поляк Андрей Сапковский, по-своему является довольно уникальной фигурой. Ведь это тот нечастый случай, когда общественность обожает персонажа и как минимум недолюбливает его создателя, человека, все это написавшего. И недолюбливает это очень мягко сказано, ведь чувство к Сапковскому от поклонников его же Ведьмака часто можно описать как презрение или даже ненависть. Это не говоря уже о последнем времени, когда после выхода сериала «Ведьмак» на экраны многие и вовсе начали считать Сапковского настоящим предателем. Но где же тут правда? В самом ли деле автор книг настолько плох, как о нем отзываются? Предал ли Сапковский свой же канон? А также почему у критиков пана Анджея недавно появился очень серьезный козырь? Погнали! Ну что ж, ни для кого не секрет, что на весь мир Анджея Сапковский прославился именно своими книгами о Ведьмаке. Это при том, что на самом деле библиография писателя гораздо более обширная и есть в ней саги не менее, если не более масштабные. Но уж как-то так получилось, что именно Ведьмак стал в творчестве писателя прорывным. Причем в локальном масштабе это случилось еще несколько десятилетий назад, когда был выпущен польский одноименный сериал. Да, он был далек от идеала, да, постановка была крайне стесненной в средствах и возможностях, поэтому она не могла представить и близко ничего похожего на то, чего ждут зрители, когда речь заходит об экранизации масштабного фэнтези. И все же уже тогда Ведьмачья история полюбилась очень многим, а ее автор в первую очередь у себя на родине в Польше стал знаменитым. Но правда заключается в том, что все это не шло ни в какое сравнение с тем уровнем популярности, признания и даже какого-то фанатизма, который дала Ведьмачья вселенная сделка с польской игровой студией CD Projekt Red. И вот тут-то кроется первая причина того, почему огромное количество людей не переваривает Анджея Сапковски. Ведь получилось так, что автор Ведьмака сперва повел себя крайне легкомысленно с точки зрения подхода к своим же авторским правам. Продав их боссам редов за 10 тысяч, ни то долларов, ни то даже злотых, именно столько Сапковский получил за то, чтобы дать право геймерам разрабатывать игру, основанную на его книгах. При этом сам Сапковский неоднократно говорил, что он не любит видеоигры, считает это пустой тратой времени и глупым занятием, и что он никогда не верил в успех данного предприятия. Видимо, поэтому и согласился продать права на Ведьмака за столь незначительную, как сейчас кажется, сумму. Правда, видимо, тогда она была очень даже весомой, ведь Сапковскому предлагали партнерские отношения с создателями игры с тем, чтобы дать право на ее создание за определенный процент от будущей прибыли. Но он решил, лучше десятка прямо сейчас на руки, а дальше делайте, что хотите, и так ничего из этого не получится. Казалось бы, хорошо, уговор есть уговор, но нет, данная ситуация в первый раз изменилась в октябре 2018 года. Именно тогда Сапковский потребовал 60 миллионов злотых, это примерно на то время 16 миллионов долларов от студии CD Projekt Red, из-за грубой диспропорции между вознаграждением, включенным в контракт, и выгодой, достигнутой покупателем. Конечно, подавляющее число поклонников Ведьмака, львиную долю его фанатов, возмутил такой поступок автора книг, и они посчитали это самым настоящим предательством, увы, не последним. И то, что в 2019 году представителю Redoff и самому Анжуу Сапковске таки удалось решить дело полюбовно, без судебных тяжб, не сказать, чтобы сильно исправила имидж автора книг, который, к слову, позже заявил, что, оказывается, он еще и является мастером видеоигр, правда, в эти самые видеоигры он никогда еще не играл, короче, Мания Величия в самом деле талантливого, но уж слишком охочево до денег и высокомерного писателя, только прогрессирует, но с игровым сообществом тут все понятно, Сапковский замахнулся на святое их любимые игры и компанию, все это создавшую с абсолютного ноля. Несмотря на то, что кабы не игры, скорее всего, Ведьмак таки остался бы довольно местечковым явлением и достоянием очень ограниченного количества истинных поклонников этой вселенной. Так что все вменяемые люди, которые могут здраво посмотреть на вещи со стороны, понимают, что так, по-хорошему, Сапковский должен был не то, чтобы пытаться отсудить кусок побольше, но еще и доплатить авторам игры за то, что о его книгах после этого узнал весь мир, тиражи взлетели, а сам Ведьмак сумел выйти за пределы Польши. Но, увы, писатель этого не видит, что же, у него своя правда? Так вот, с игровым сообществом понятно, раньше они просто считали Сапковского странным отсталым от жизни дедом, теперь они его презирают и, мягко говоря, недолюбливают. Но эти чувства распространяются ведь и далеко за пределы одного лишь геймерского сообщества. Ведь люди считают, что создатель Ведьмака противоречив и полон чувства собственной важности, хотя при этом определенно достаточно умен, чтобы полностью осознавать свое текущее положение. Плюс он не так ценит фанатов, как многие другие писатели, предпочитая финансовое подспорье любой иной мотивации. Плюс, конечно, Анжи Сапковский никогда не отличался прям бьющим через край обаянием. Нет, автор Ведьмака довольно эгоистичен, самоуверен и не стесняется немалой доли пафоса, когда на полном серьезе, например, всем и везде говорит, что он и только он единственная причина такого небывалого и всемирного успеха Ведьмака. Тут, кстати, не на руку Сапковскому сыграл и тот факт, что некоторое время назад публичными стали его письма, написанные другим польским автором, где слог пана Анжиа был далек от джентльменского, например, вот одна только цитата «Ты не ошибся, Вальтер, ты просто мудак». Понятно, что такого рода риторика в отношении вполне уважаемых, пусть может и не таких раскрученных, как сапковские писатели, понравилась далеко не всем, и все-таки, конечно, главной причиной, по которой в создателя Ведьмака летят гнилые помидоры, стало его поведение, когда к поляку пришел Нетфликс, желая экранизировать его книги. Фанаты Ведьмака считают, что писатель настолько падок на деньги, что сперва он отдал права случайной игровой компании за несколько быстрых долларов, а затем через какое-то время тут же все спихнул на откуп Нетфликс, чтобы сделать в итоге из своего наследия обычную американизированную пародию. Вот только одна, но зато очень показательная цитата по поводу данного вопроса. Анжи Сапковский продал Ведьмака Нетфликсу и Лорен Хисрид Шмидт, а они, в свою очередь, превратили это в огромную кучу дерьма, которая забрызгала его собственный исходный материал. И это его не волнует, потому что он зарабатывает на этом деньги, там буквально убивает его детище, а ему насрать, потому что он зарабатывает больше денег, чем он зарабатывал играми Ведьмак, продав права всего за пару тысяч злотых, потому что он высокомерный мудак, который не верил в CD Projekt Red. Жестко, согласитесь, но в целом по делу, ведь после известия о старте сериала Ведьмак, от Нетфликс общество поклонников данной франшизы сначала было в восторге, еще бы их Ведьмака перенесут на экраны и растиражируют на весь мир, еще больше, чем это смогли сделать игры, но, увы, очень скоро ажиотаж и большие надежды стали уходить, а им на смену пришло сперва замешательство, а потом и самое настоящее возмущение. Ведь оказалось, что сам автор книг, в отличие от, например, того же Джорджа Мартина, который положил огромное количество сил и времени на старте сериала «Игра престолов», думаю, во многом именно благодаря этому престолы стали тем, чем стали, так вот, автор Ведьмака повел себя совсем иначе. Писатель сперва в самом деле говорил, что он будет создавать сценарий, следит за производством экранизации своих произведений, что было бы вполне логично, но потом, по собственным признаниям все того же Сапковского, оказалось, что он на самом деле не любит слишком много и усердно трудиться, а также считает, что нефига привязываться, например, к вопросам славянизма в Ведьмаке. Кроме того, писатель уверен, что никакая адаптация все равно и близко не сможет приблизиться к его великим книгам, поэтому он просто забил на все и раз или максимум два приехал на съемочную площадку, и то в качестве скорее гостя. А еще, может быть, разок-другой встретился с шоураннером Лорен Шмидт, который тоже было и остается очень много вопросов, вот и сказке конец. Да и что там говорить, если писатель в еще одном интервью практически прямо сказал, что ему хорошо заплатили, и это самое главное. Ну а уже что там будут делать с его историей или персонажами создателей сериала, ему как бы вообще по барабану. Понятно, что подобные речи не смогли пройти стороной мимо ушей поклонников Ведьмака, и градус нелюбви к его автору возрос до небес, но что же вы думаете? Как будто специально, чтобы продемонстрировать, что все это небезосновательно, у нас свежие новости. Они уже ранее проскакивали в виде слухов, а теперь подтвердились окончательно. Дело в том, что войдя во вкус, Netflix решил уже вообще Q10 по полной, создавая абсолютную от себя тяну в Ведьмачьей вселенной в виде приквела Ведьмака под названием «Истоки крови». Опять-таки, все это было бы невозможным, конечно, без разрешения самого Анджея Сапковски, ну а что самое интересное, после того, как зрители офигели от трейлера данного шедевра, выяснилось недавно, что шоу получилось настолько плохим, что его сперва отправили на масштабные пересъемки, а потом и урезали количество серий на третий, вместо шести оставив всего четыре эпизода. Причем отснятый материал был уже готов полностью, и все же Netflix не только решили переделать многое, но и вышвырнули еще больше. Что интересно, в «Истоках крови» премьера и финал остались нетронутыми, а вот середину перелопатили по полной. И чтобы хоть как-то спасти ситуацию, в сериал также добавили еще больше всеобщего любимца Яскера, который выступает как бы закадровым рассказчиком. Плюс дата выхода «Истоков» сместилась с лета 2022 на октябрь или даже конец декабря. Понятно, что все это делается не от хорошей жизни, и, видимо, авторы приквела нагородили уже такое, что не выдержали даже в Netflix. И вот, внимание, вопрос, кто позволил так надругаться над своей же вселенной? Кто мог бы либо сам помочь сделать из приквела что-то путнее, либо попросту запретит Netflix творить их дичь? Кто? Конечно, лично Пан Анджей. Но он и здесь этого не сделал. Почему? Потому что бабки, бабки и еще раз бабки. Вот и получается, что написав действительно уникальную историю и создав целый мир, его автор остался чуть ли не в черном списке поклонников своего же творчества, такой вот уникум. Что же на этом? На сегодня, наверное, все. Пишите, как вы относитесь к Анджу и Сапковске, и что думаете на его счет. Кроме этого, не забывайте подписываться на наш канал, а также делиться этим видосом и ставить лайки. Спасибо всем за просмотр и всем пока!